Та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-дари... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами Кин, и это рубрика Быстрое мнение. Рубрика, где я быстренько выскажу свое личное мнение касательно пятого сезона сериала Люцифер. И если кто-то не знает, что это за сериал такой, с чем его едят, то смотрите мой обзор. Пожалуй, в данном случае, касательно пятого сезона, я соглашусь с томатометром. И хоть оценка там все равно довольно высокая, но все же это не 100%, как у предыдущих сезонов. И мне кажется, я знаю в чем дело. Как я уже говорил в своем обзоре, Люцифер это кладезь сарказма и подколов, держащихся на харизме Тома Элиса. Но в новом сезоне этого было крайне мало. Если в предыдущих сезонах при одном только появлении Люци и паре его фраз я вдавался в дикий гогот, то тут, как мне кажется, таких диалогов и монологов стало просто меньше. Ну хотя бы детективная составляющая, все на том же месте. Она как была говном, так говном и осталась. Правда, в седьмой и восьмой серии они пытались поднять уровень серьезности, подкинув серийного убийцу. Но блин, я уже через пол серии стал предполагать и угадал правильно, кто это. Уж слишком все было очевидно. Так, теперь касательно Люцифера и Михаила. И да, давайте сразу, не надо кричать о спойлерах. Это было показано в трейлере, а то, что было показано в трейлере, я за спойлер не считаю. Так вот это, ну уж очень слабая линия. Мне, что в сверхъестественном, эти разборки были не особо интересны. Что здесь? Но если в натуралах у нас сборная солянка и каламбур из разных ангелов, то тут у нас детский садик, за который всерьез переживать лично у меня не получалось. Но не могу не отметить, что Том шикарно справился с несколькими ролями одновременно. То есть, смотря на Михаила, я не думал, что это Люцифер. Забавно, но мне показалось, что пятый сезон ударился в фан-сервис. И попытался поднять темы, которые у многих на слуху, но не были сильно затронуты. То есть, например, контакт Люци и Дэна, или Хлоя работает с Аминодилем, ну и тому подобное. Но вот что мне действительно сначала не понравилось, а потом стал даже раздражать, так это алюзорные разговоры. Это когда персонажи говорят об одном, но имеют в виду другое. Один раз ладно, два окей, но три, четыре, пять это уже перебор. В общем, если подытожить, то правила сиквелов, о котором я уже говорил не раз, а именно возьми все хорошее из первой части и умножь во второй, здесь не было использовано. А даже немного наоборот. Но все же лично для меня я не скажу, что сезон плох. Он скучнее, это да. Но все же снова увидеть любимых персонажей с новыми историями всегда приятно. Ну а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а в описании я для вас оставлю ссылку на просмотр сериала, а также ссылки для вашей поддержки канала. И ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы иногда что-нибудь вместе смотрим. Ну а я же, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока!